Сейчас покажем вам, как на России детей учат любить свою родину у родину. Фото в студию, как говорится. На нем вы увидите, как воевавшие в Украине боевики ЧВК «Вагнер» провели урок мужества. Состоялось это в одной из школ Улан-Удэ. Они вручили школьникам флаг со слоганом «Внимание! Ничего личного нам заплатили!» Пишет об этом издание, предоставляет это фото издание «Люди Байкала». Ну вот такое вот оно, патриотическое воспитание в России. И с него начнем разговор с нашим следующим собеседником. К нам присоединяется Михаил Шейтельман, писатель, политтехнолог. Михаил, здравствуйте, очень рад вас видеть. Здравствуйте, я посмотрел на эту фотографию, там два плаката было. На одном написано «Ничего личного нам просто заплатили», а на другом что-то там патриотическое, такое типа там «Ура, вперед!» Не помню, мне не очень видно было надпись. Вот видите, да, которая слева. А, боевое братство, да? Но одно другого не отменяет. Боевое братство тоже получило деньги, в общем-то. А вы посмотрите на лица людей, которые держат эти плакаты. Буряты держат плакат «Ничего личного нам заплатили», а люди не бурятской внешности держат плакат «Боевое братство». Совпадение? Не думаю. Вы думаете, это не совпадение? Ну да. Хорошо, чтобы вы, как политтехнолог, понятное дело, что вы подобным не занимались, такой заказ бы не приняли, но что ваши так называемые коллеги по цеху хотели прошить, какую мысль такой постановкой? Да нет, я думаю, что это просто дети взяли этот плакат. В смысле, я не думаю, что они там специально ставили «Бурятов так поставим». Но детям бурятским не близка идея русской национальной гордости или того, что русские там везде, русские должны побеждать, русские должны захватить весь мир, потому что они буряты, им не нужно захватывать весь мир. Многие буряты, как вы знаете, даже в Монголию уехали от этой войны. Поэтому бурятам были, видимо, чужды идеи, которые там. И тогда они написали, нам заплатили. Это дети сами выбрали этот плакат, не политтехнолог. Они сказали, мы с этим плакатом стоим не потому, что нам нравится, а нам заплатили. Но принесли-то этот плакат наемники. Вот тут возникает вопрос, как-то это не связывается с двухчасовыми лекциями Путину, скучнейшими, о патриотизме, о исторические лекции. Если его наемники открыто признают, что никаким патриотизмом не пахнет, а убивают они просто за бабки. Ну, к сожалению, да, признают. Одно другому, как говорится, действительно, как вы говорите, не мешает. Ну а что Путин должен делать? Путин должен поднимать боевой дух, а люди должны воевать за деньги. Сколько там людей осталось, которые воюют сейчас не за деньги в России? Там были мобилизованные 300 тысяч, но с ними же что произошло? Часть убили, а часть заставили подписать контракт. Насколько мне сейчас известно, ну вот я, естественно, там из открытых источников данные, что подавляющее большинство из тех, кто выжил, уже подписали контракты, что они уже не мобилизованные. И на этом основании, кстати, собираются заводить уголовные дела против вот этих так называемых жен мобилизованных, потому что пока она жена мобилизованного, она может выходить на протест. А когда она жена контрактника, это уже уголовное дело сразу. Желающих пойти за деньги воевать. Насколько вы думаете, их сейчас много в Российской Федерации? Меня поразили слова Ольги Романовой, главы фонда «Русь сидящей». Она говорит о том, что в некоторых регионах России заполнены больницы, мужчины призывного возраста стараются подлечиться, чтобы уйти на фронт. Ну, конечно, деньги-то нужны, как-то добывать надо. Деньги платятся большие, хорошие. Вопрос, тут первый вопрос, это насколько хватит денег. На это хватит денег, пока. На это россиянам хватит денег. Второй вопрос, как вы сами сказали, подлечиться пытаются. То есть что, здоровых уже не осталось? Возможно, не осталось. Когда нам рассказывают, что у них там очень большой мобилизационный потенциал, это же не правда все. Мобилизационный потенциал – это не просто формальная численность. Это люди, которые действительно находятся в более-менее нормальной физической форме, потому что человек, который приходит на фронт, а он болезненный, больной, простужается тут же. Какая от него польза? Это только нагрузка и напряжение для воинской части. Я думаю, что наши военные это подтвердят. Что там нужны люди, которые способны переносить тяготы и лишения воинской службы. А вот таких в России осталось мало. Там нездоровая нация, ну, в физическом смысле они… Ну, вы их видели, всех этих так называемых российских фронтовиков. Там, наверное, здоровых-то уже перебили. Но на фронте они сталкиваются на войне с другой проблемой. Что деньги, за которыми они шли, им хватает в большинстве случаев только на то, чтобы выжить самим. В сети новая волна роликов, которые записывают российские солдаты, в которых они нещадно критикуют армию и жалуются на то, что все деньги, которые они зарабатывают, идут у них на выживание, грубо говоря. Они покупают себе все, от еды до амуниции, вплоть до оружия. Насколько этот тревожный сигнальчик, вот эти вот видео, вот это недовольство армии? Пока мы же не видим, чтобы это как-то всерьез проявлялось. То есть пока после бунта Пригожина мы не видели никакого ядра для бунта, вот нового зарождающего. Мы на это рассчитывали, что, возможно, некие беспорядки на фронте. Особенно мы верили, что когда мобилизованные пришли туда, люди которых вроде как насильно забрали тогда в России, что-то они что-то будут устраивать. Но нет, к сожалению, я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы на фронте кто-то взбунтовался. После Пригожина не образовалось нового центра недовольства. Был Пригожинский центр недовольства, когда, кстати, Геркин Стрелков пытался нечто подобное организовать. Пойти сам на войну с недовольной рожей. В смысле, тут все неправильно воюют, командование неправильное, даже Путин неправильный. Ну что, посадили, 4 года ему дали, поэтому пресекаются такие попытки. Вон там генералов у них там парочку посадили тоже, я так понимаю. По крайней мере, этот исчез, я уж не знаю, как Армагедоша, как его забыл, я уж как его звали, тоже исчез из новостной повестки. Поэтому это пресекается, с этим борются. И потом, когда туда берут самых деклассированных элементов, невозможно ожидать восстания. Нельзя ожидать восстания там нищих и бомжей. Так не бывает. Все-таки, чтобы восстать, человек должен иметь какое-то представление о своих гражданских правах, о своем человеческом достоинстве. Я думаю, там нет таких представлений сегодня. Да, откуда взяться этим представлением? Начинали мы с вами с педагогики современной Российской Федерации. Да, давайте к ней повернемся. Российские школы столкнулись с массовым увольнением преподавателей. И там действительно отток кадров, он впечатляет. К началу нынешнего учебного года заявление об уходе написали 193,5 тысячи педагогов по всей стране. Это максимум за 7 лет. Что причиной тому? Реформы, которые они там вводят, люди просто бегут из страны? Знаете, я видел эту новость, я сам в шоке. Потому что у меня нет... Даже для России колоссальное число. Понимаете, число надо иметь в сравнении. А сколько в прошлом году? А в позапрошлом, чтобы иметь, что с чем сравнивать? Мы же не знаем. Но вот откуда... Чтобы это явление изучить, нужна более глубокая социология. Потому что, ну, например, может это уволились все учителя физкультуры? Может быть? И тогда мы получаем такое сумасшедшее... Да, и ушли на фронт. И все ушли на фронт. И все учителя военной подготовки. И тоже ушли на фронт. И еще там какие-нибудь учителя труда, например. Да, тоже мужчины, тоже молодые. Тоже ушли на фронт. Может быть такое? В принципе, может быть. Почему? Физкультурник, человек в нормальной физической форме, скорее всего. Получает копеечную зарплату учителя, а тут ему дают 2000 долларов за то, чтобы убивать людей. Ну, конечно, он идет. Любой физкультурник, в общем, в России, ну, такое согласится. Ну, аж тем более преподаватели военной подготовки. Их могли загрести массово просто в эти дела. Я вот слабо верю, что есть как массовое явление, то, что учителя в знак протеста против того, что их заставляют там детей выстраиваться буквами Z или ходить с какими-то плакатами. Вы знаете, как-то советские учителя нас заставляли ходить с дебильными плакатами и снимать шапки, если на них иностранные надписи и там прически правильные. У них как-то хватало на это совести. Потом российские учителя Путина сделали президентом тем, что подделывали результаты выборов избирательных участков, как правило, в школах, учителя, как правило, в избирательных комиссиях. И Путин, в свою очередь, фальсифицировав выборы в 2012 году, вернулся во власть во многом благодаря учителям, которые это подделывали. И говорят, а у нас выхода другого нет. А что, мы не виноваты. Нас же вызвали в РАНО и приказали, иначе нас уволят. Или им приказали вывести детей на мероприятия в поддержку войны. Поэтому поверить в то, что это гражданский протест учителей массовый, я не могу. Понятно, что есть отдельные учителя, для которых это гражданский протест. Но, я думаю, такие ушли из школы еще в 2022-м. Не дождались 2023-го. Так, Михаил, не успели мы отойти от культурного шока после интервью Путина Карлсона, да, с его историческими и философскими изысканиями, как на сцену вышел губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который решил, а не взяться ли нам за нашего Заканта. Цитата. За Эммануила, за нашего Заканта. Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, которым мы сейчас сталкиваемся. Ну, в общем, он пытается убедить, что немецкий философ 18-го века имеет прямое отношение к началу войны России против Украины. Вы причинно-следственные связи можете найти, ну, хоть одну какую-то. Это первое. Второе. Я почитаю все... Кому он это втюхивает? Глубинному российскому народу, который слово Кант не запомнит с первого раза? Нет, почему, это другой вопрос, а в чем связь другой. Значит, почему, расскажу. Он же обвинил Канта в начале двух войн, в Первой мировой. Да. Кант развязал Первую мировую сначала, а потом еще и специальную военную операцию, в чем тоже виноват Кант. Почему? Потому что склоняя людей... Кант же был философ-идеалист, как подчеркнул товарищ Алиханов. И в своей книге «Критика чистого разума», значит, перевернул, вывернул Канта наизнанку, так сказать, показав, что наши мысли первичны, а материя всего лишь вторична. Именно из-за этого в Германии развернулось ЛГБТ, вот эти туалеты однополые, это же отсюда, понимаете, происходит. И поэтому уже, в свою очередь, Россия вынуждена идти наводить порядок, потому что Россия на стороне материализма. Почему Россия на стороне материализма? Потому что, опять-таки, Россия – престолонаследник Советского Союза, где был марксизм, то есть материализм, материальное первично, духовное вторично. И несмотря на то, что книги Канта входили в три источника, три составных части марксизма, то есть в раздел «Немецкая классическая философия», тем не менее, там все время говорили, что Фейербах правильно все писал, а Кант ошибался и писал все неправильно. Поэтому в книге Булгакова критиковали именно Канта, а не Фейербаха. Значит, как вздорный старик, ишь, что он и придумывал. Вот Алиханов, он последователь Фейербаха, очевидно, совершенно. Он больше верит в книги Фейербаха, поэтому так привязал Канта. Но почему сейчас и почему именно Кант, тут совершенно другой ответ. Дело в том, что Владимир Путин посетил Калининградскую область буквально там несколько недель назад, встретился со школьниками и как раз-таки выступал по поводу Канта и сказал, что это он придумал назвать университет именем Канта и так далее, и так далее. И я думаю, что это по следам, так сказать, выступлений Путина, губернатору нужно было тоже как-то на этого Канта несчастного наехать. То есть поддержать Путина в его праведном гневе. Я думаю, что отсюда ноги растут, из визита Путина в Калининград. Но, скорее всего, этому губернатору подошла бы другая фраза. Канта не считал, но осуждаю. Кстати, не перед сном будет помянуто интервью Путина Карлсону Такеру. Его же продвигают Российской Федерации как только могут. Пытаются, то его анонсировали из каждого утюга. Теперь, значит, новации в некоторых регионах его будут крутить в кинотеатрах бесплатно. Я боюсь аншлагов, конечно. Наверное, будут очереди похлеще, чем за подписями к Надеждину. Но интервью Путина проводилось в московском телеэфире. А что случилось? Вот хочется спросить, почему не оценили? Ведь эпохальное, как объясняла, исторически важное, с историческими последствиями. Что не так? Почему? С ним как раз все так, с этим интервью, в каких-то смыслах. Вот Маргарита Симонян, которая там расплакалась во время интервью, она в своем спиче об этом интервью сказала, что это историческое, господи, историческое и как-то еще, не помню, не стратегическое, как-то еще. Ревизионистское было. Но там как только она его не называла. Но важно, что это как бы историческое действительно интервью. И вот правда ли в том, что оно историческое? Да, это правда. Это правда. Все-таки у каждой войны, кроме непосредственно военных действий, есть большое биологическое сопровождение, часть из которого входит потом в аналы истории. Если взять Вторую мировую войну, например, то есть несколько речей, знаменитых во Второй мировой войне. Речь Гитлера две. Речь судецкая, речь Гитлера, когда он требовал Чехословакии отдать судеты. И речь Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 года. Прямо про это есть отдельная статья в Википедии. Потому что этот человек начинает войну, объясняет ее причины, объясняет, что он требует, выдвигает свои требования. Речь Черчилля, который говорит, я вам не могу дать ничего, кроме пота и слез, ничего другого обещать не могу, но будем воевать. Это тоже историческое событие, историческая речь. Историческая речь Сталина, братья и сестры. Историческая речь Молотова, про которую даже Высоцкий сказал. И вот о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи. Потом победная речь Сталина, где он говорит о величии русского народа и так далее. И вот из нескольких речей есть описание войны в нескольких буквально речах. Не в сотнях, а вот в нескольких. Значит, с нашей стороны, во время этой нашей нынешней войны, что стало историческим, ну, например, на мой взгляд, какая историческая речь Зеленского? Если брать украинскую сторону. По-моему, историческая речь Зеленского, как бы мы ни относились, сейчас кто-то критикует Зеленского, кто-то нет. Это неважно. Это же вопросы исторические, а не в моменте. Это речь под названием «все тут». Я тут, глава канцелярии тут, министр обороны тут. Помните, да, глава правительства. Это историческая речь Зеленского, которая означает «я остаюсь здесь, мы все остаемся здесь». Там же есть другой речи слова о том, что мне не нужно такси, мне нужны боеприпасы. Это историческая речь, она войдет в историю. А вот у Путина не хватало такой исторической речи. Его, правда, очевидно, не хватало. Его все слова, которые он говорил на протяжении войны, он выступал почти каждый день. И если разобрать каждый отдельный тезис, который был сказан в этом интервью, он там и там или здесь был произнесен. Но не был услышан. Произнесен был, а услышан не был. На Западе раньше никто не пытался переводить на английский его псевдоисторические изыскания, которые были в его речи 21 февраля 1922 года, 24 февраля 1922 года. Никто же это не переводил потом на английский язык. Никто не переводил все эти его росказни, какие-то сказки там вот эти все бурятские народные и так далее. Все, что он рассказал в этой истории. А сейчас от начала до конца два часа рассказа о причинах войны. И кто-то может смеяться над этими причинами, кто-то может плакать над ними. Но вот факт. Президент Российской Федерации считает причиной войны, что эта война вызвана письмом, которое написал Богдан Хмельницкий в 1654 году. Это уже медицинский факт. В общем, медицинский в буквальном смысле. Он засвидетельствован. Поэтому эта штука войдет в историю. И главным парадоксом у потомков, которые будут это изучать, будет то, почему эта речь сказана 8 февраля 2024 года, если война началась 24 февраля 2022 года. То есть почему, о чем два года думал Путин, не сказав эту речь тогда. Не сказал. Сейчас два года думал, и так ничего не придумал о причинах этой войны. Поэтому, что правда, это то, что речь историческая. Вот это нельзя отрицать. Это так. Михаил, спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться. Нашим зрителям я советую, если вам понравился наш диалог с Михаилом, подписывайтесь на его YouTube-канал. Там всегда очень интересно. Сам с удовольствием всегда вас смотрю. Михаил Шейтельман, писатель, политехнолог, популярный блогер, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.